первое что нужно сделать оказавшись на таком и местности это сориентироваться и знать куда идти выбрать правильное направление чтобы не ошибиться от этого зависит жизни духовное выживание также связано с навыком ориентирования чтобы не быть сбитым самому и не быть сбитым другими как говорят сколько людей столько мнений традиций куда же идти если в лесу вы решите идти все время прямо у вас это не получится вы будете ходить кругами это обусловлено строением человеческого тела для этого вам нужен ориентир чтобы не сбиться с правильного пути духовное ориентирование превосходно описано в произведении джона будьяна путешествие перегрима я настоятельно советую вам его прочитать как классику христианской литературы есть пути которые кажутся человеку прямыми но конец их путь к смерти говорит библия это действительно так большинство людей думают что знают как правильно жить они уверены что достаточно быть хорошим человеком никому и делать зла жить по совести и верить в бога в душе чтобы попасть царство небесное но это не так бог говорит мои мысли не ваши мысли не ваши пути пути мои он наш создатель и справедливо следовать его законам они по своим мыслям иисус христос сказал я путь и истина и жизнь никто не приходит к отцу как только через меня поэтому если ваша цель небеса то ваш путь иисус обратитесь к нему с покаянием и стройте добрые взаимоотношения через послушание его слову салмах люди часто взывают к богу зри не на опасном ли я пути и направь меня на путь вечный на земных путях нам также нужны божьи ориентиры они укажут верное направление вопросах семьи воспитание детей отношение к окружающим здоровья финансов морали мудрости веры в любых житейских вопросах вы будете точно знать что делать столкнувшись с вызовами этого мира это лучше чем идти на ощупь по принципу будь что будет зависимость близких конфликты болезнь долги выход из кризисных ситуаций в боге с верой попросите его указать вам верный путь если душа унывает терзается призовите доброго пастыря пасущего свою отару на злачных пожитях увод тихих так вы найдете покой мир и радость если у вас остались вопросы задавайте их комментариях также не забывайте подписываться ставьте лайк нажимайте на колокольчик и до новых встреч пара слов о том как проходят съемки про духовное ориентирование экскурсия по гуамскому ущелью марина бежит по рельсам отрывается от людей говорит текст попутно его вспоминать потому что телефон разрядился в общем канал разное главное всегда экшен всегда весело всегда интересно всем пока дальше будет